Также в хадисе указание на то, что за поклонение человек получает десятикратную награду и она может вырасти до семисоткратной. Кроме поста, за пост человек может получить неограниченную награду без расчета. Почему? Некоторые ученые сказали, это потому, что пост, соблюдение поста, включает в себя проявление всех трех видов терпения. Во-первых, это терпение при подчинении повелениям Аллаха Субхану Аху Тааля. Во-вторых, это терпение при отстранении того, что запретил Аллах Субхану Аху Тааля. И в-третьих, это проявление терпения при неприятностях, которые Всевышний Аллах Субхану Аху Тааля человек предопределил. Что касается терпения при подчинении Аллах Субхану Аху Тааля, то это понятно. Ведь пост это то, что повелел Всевышний Аллах и нам остается лишь подчиняться и повиноваться Всевышнему Аллаху. Несмотря на то, что человеку тяжело, ему тяжело отказываться от воды, от еды, если тем более это жаркий долгий день, ему тяжело отказываться от удовлетворения своих интимных желаний, однако он делает это ради Аллаха, подчиняясь повелениям Аллаха и терпит проявлять терпение. Поэтому это терпение и подчинение Аллаха. А что касается проявления терпения при ослушании Аллаха, то есть чтобы его не ослушаться, то во время Рамадана мы прекрасно знаем, что человек старается максимально отстраниться от всего запретного, даже больше, чем другие времена. Если в другие времена он позволяет себе совершение каких-то прегрешений, то в Рамадан он старается максимально отстраниться от них, поклоняться Аллаху и отдалиться от всего греховного. Поэтому он проявляет терпение в том, чтобы не ослушиваться Аллаха, и в дальнейшем, если он делает это искренне и правильным образом, то это поможет ему и в дальнейшем отказываться от этих прегрешений и ослушания Аллаха. А что касается третьего вида терпения, терпения при неприятностях, которые предопределил Всевышний Аллах, то это потому, что во время поста человек испытывает неприятности, а именно его постигает лень, его постигает усталость, он терпит жажду, он терпит голод. Это все приносит ему неудобства. И в этом смысле, с этой стороны, это неприятности, которые Аллах, Субханаху Аталия, предопределил ему, и которые являются последствиями этого поста. Однако он терпит, проявляет терпение. То есть в этом виде поклонения задействованы все три вида терпения, как говорят ученые. А Всевышний Аллах, Субханаху Аталия, сказал, поистине терпеливые получат свою награду без расчета. И поэтому ученые говорят, именно поэтому, по причине того терпения, которое заключается в этом виде поклонения, по причине той искренности, которая в нем есть, Аллах, Субханаху Аталия, без расчета будет награждать людей, постящихся.